Резанский водоканал Перейдет ли Резанский водоканал в частные руки? Глава городской администрации Олег Булеков подробно рассказал о возможной приватизации муниципального предприятия. Однако на заседании Рязанской городской думы депутаты этот вопрос не рассматривали. Почему растут цены на продукты? Областная прокуратура начала проверки в магазинах. Поскользнулся и упал. Гололед отправляет по травмпункт все больше пациентов. Ну а теперь обо всем подробнее. В начале недели стали распространяться слухи о возможной приватизации Рязанского водоканала. Местные информационные агентства стали публиковать документы, которые подтверждали эти сведения. И разумеется, такой серьезный вопрос моментально затронул активных горожан. Они сразу же раскололись на два лагеря. Противников и сторонников передачи водоканала в частные руки. Позицию администрации Рязани озвучил на специально созванной пресс-конференции глава городадминистрации Олег Булеков. Прежде всего, Олег Булеков сообщил общественности о крайне скверном, по его мнению, финансовом состоянии Рязанского водоканала. Глава администрации озвучил, что сейчас у МУПа долги превышают сотни миллионов рублей, а покрыть их нечем. Кроме этого, износ сетей водоснабжения составляет почти 80%, а денег на их замену также нет. Поэтому принято решение найти более эффективного собственника, чем муниципалитет. Имущество, которое на сегодняшний день находится в водоканале, оно было и остается муниципальной собственностью. Оно всего лишь передается в управление физическому либо юридическому лицу, которое будет отобрано на конкурсной основе для более эффективного управления. Сразу возникает вопрос, зачем это делается. Это делается лишь для того, чтобы пришел более эффективный собственник, чтобы те убытки, которые на сегодняшний день есть в наших муниципальных предприятиях, и они будут накапливаться. Потому что за последние три года водоканал показал отрицательные показатели финансовой и экономической деятельности. Он убыточен. Предполагается, что уже вскоре после прохождения необходимых юридических процедур будет назначено время конкурса, на котором заинтересованные компании объявят свои условия по концессионному управлению Рязанским водоканалом. Организация, которая будет выбрана на условиях торгов, будет избираться по нескольким критериям. Первый критерий – тот, кто наибольше вложит средства в модернизацию наших сетей, обеспечив при этом сокращение потерь и повышение качества оказываемых услуг. Это организация, которая предложит наилучшие условия. Немаловажный вопрос – это утверждение тарифов на воду при новом собственнике муниципального предприятия. Вот как это представляет глава городской администрации. На сегодняшний день, опять же, политика Федеральной службы по тарифам такова, что есть предел роста по воде, по водоснабжению, водоотведению, по теплу, по электричеству. И, конечно, этот рост может быть абсолютно разным. И может консессионер согласовать рост платы по насилию не выше, нежели установленный предел, опять же, в той же Федеральной службе по тарифам. Но у нас в области существует механизм, который четко говорит, вот все то, что утверждено в ФСТ платы граждан, и если, не дай бог, она будет выше, то разница будет выплачена населению. Но на сегодняшний день политика складывается такова, что есть регулятор. Он регулирует общий рост платы граждан. И мы, получив цифру на 15-й год рост платы граждан, и финансовая модель в нашем консессионном соглашении заложена такова, что мы не превысим те пределы, которые установлены Федеральной службе по тарифам. Предполагается, что контролировать выполнение всех пунктов консессионного соглашения будет в нем ведомственная комиссия, состоящая из депутатов городской думы, чиновников городадминистрации и общественности. Одним из членов комиссии может стать почетный гражданин города Рязани Иван Татанов, который стоял у истоков основания водоканала, руководил предприятием более 20 лет и присутствовал на сегодняшней пресс-конференции главы городской администрации. Вопрос о возможном консессионном управлении Рязанским водоканалом рассматривался на совместном заседании сразу двух комитетов Рязанской городской думы по муниципальной собственности и городскому хозяйству. Депутаты сочли вопрос недостаточно проработанным и приняли решение не выносить эту тему на обсуждение пленарного заседания представительного органа власти. Согласно решению гордумовских комитетов, вернуться к рассмотрению вопроса о концессии водоканала будет возможно лишь после того, как свое мнение выскажет широкая общественность. Ну а теперь перейдем к другим проблемам горожан. Люди стали жаловаться на рост цен продуктов, причем практически по всем категориям продовольственных товаров. И сейчас Рязанская областная прокуратура начала провалить проверки в магазинах. Прокуратура Рязанской области проводит масштабную проверку в магазинах с целью выявления случаев необособленного повышения цен на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Помимо прокуратуры к проверке подключились и представители других ведомств, а именно сотрудники антимонопольной службы, Роспотребнадзора и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. В ходе проверки будет дана оценка механизму ценообразования на продукты питания, а также обоснованности повышения на них цен. В том числе как на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, так и на продукцию, которая производится на территории Рязанской области. В рамках вот этой проверочной работы планируются основные усилия направить на выявление и пресечение фактов необоснованного повышения цен, установить, если такое будет, факты ценового сговора организации торговли и поставщиков. Существенное повышение цен, которое мы сейчас наблюдаем, происходит из-за огромных скачков рубля по отношению к другим валютам. В глобальных масштабах, то есть на уровне страны, эта ситуация напрямую зависит от действий Центрального банка. Цены на продукты питания российского производства с конца прошлого года уже увеличились в среднем на 15-20%. Так как тарифы на услуги естественных монополий, то есть на свет, газ, воду растут. Многие компании используют импортную упаковку. Тот же Тетропак – это тоже ощутимые траты. К тому же удорожение товаров идет из-за очень высокой ключевой ставки. Специалисты пытаются удержать ситуацию в рамках приличия. Но согласитесь, покупать, к примеру, яйца за 70 рублей, молоко за 60 и пару килограммов мяса почти за 800 очень и очень накладно. А если семья большая, и их потребительская корзина должна пополняться продуктами первой необходимости пару раз в неделю, одна эта мысль легко может вогнать среднестатистического россиянина в психологический кризис. Еще одна новость, которая касается продовольствия. С недавнего времени в Рязанский регион запрещено ввозить свинину из Воронежской и Орловской областей. Причина выявления во взятых пробах вируса чумы африканских свиней. Постановление о двухмесячном запрете ввоза зараженной свинины подписал губернатор Олег Ковалев. В декабре прошлого года рязанский губернатор Олег Ковалев подписал постановление, которое запрещает ввоз в Рязанскую область живых свиней, продукции свиноводства, кормов и кормовых добавок. Срок запрета 60 дней. Данные постановления, причины его издания связаны с тем, что в конце 2014 года на территории Воронежской и Орловской областей, по данным Россельхознадзора, были выявлены и подтверждены лабораторным способом факты возникновения АЧС в продукции. АЧС значит африканская чума свиней. Вирусные заболевания, характеризующиеся лихорадкой, цианозом кожи и обширным кровоизлиянием во внутренних органах. Несмотря на все эти страшные слова, свиная болезнь для здоровья человека безопасна. Опасность африканской чумы свиней заключается в том, что данное заболевание влечет очень серьезные экономические последствия, связанные с тем, что при обнаружении данного заболевания в радиусе до 20 метров все свинопоголовье уничтожается. То есть, естественно, для владельцев свиней, для крупных предприятий это очень большой экономический ущерб. А чем больше убытки производителей, тем дороже издержки. Понятное дело, для экономики такое развитие событий неблагоприятно. Будет ли продлен запрет на ВОЗ, покажет исследование. Ранее признаки АЧС были обнаружены в белорусском мясе в конце ноября-начале декабря 2014. Благо, Россельхознадзор следит за соблюдением чистоты мясного рынка, чтобы, как говорится, и люди сыты, и свиньи целы. Помимо продуктов питания, социально важным вопросом остаются и лекарства. Премьер-министр России Дмитрий Медведев еще в начале нынешнего года поручил работникам Минздрава принимать все необходимые меры, чтобы не допустить дефицита жизненно важных препаратов. О том, как выполняются поручения премьер-министра в Рязанской области, разъяснили специалисты регионального Министерства здравоохранения. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству здравоохранения принять все необходимые меры, дабы не допустить дефицита лекарственных препаратов первой необходимости. Особенно остро этот вопрос рассматривается на фоне сегодняшней негативной экономической ситуации. Как обстоят дела с резервом медикаментов в нашем регионе, мы узнали в областном Минздраве. Лекарственные препараты первой необходимости, они же жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, у нас подлежат строгому мониторингу. Ежемесячно данные об этих препаратах и о их наличии выгружаются на федеральный сайт Росздравнадзора. Это происходит по состоянию на 15 число. И вот по мониторингу на 15 января я сравнила информацию январскую с декабрьской. Я хочу сказать, что критичного снижения объема этих препаратов у нас не наблюдается. Импортозамещение лекарственных препаратов сейчас идет полным ходом. На территории нашей страны работают сразу три крупных фармацевтических завода, силы которых направлены на обеспечение отечественного рынка качественными российскими препаратами. В плане импортозамещения наши показатели гораздо лучше, чем в среднем по России. То есть в прошлом году у нас по лекарственным препаратам, которые мы закупаем для льготных категорий граждан, отечественные составили более 60%. По запрошлым 45%. Это намного больше, чем в среднем по России. Вот, например, показатель аналитики говорит о том, что в среднем по России на фармрынке отечественные препараты занимают всего 26%. У нас, сами видите, показатели намного больше. И есть надежда, что он и будет повышаться, потому что многие зарубежные производители локализовали свое производство в России. И у нас сейчас даже очень крупные фирмы имеют свои заводы, которые здесь пакуют и производят продукцию. Поэтому все-таки есть надежда, что ситуация с лекарственным рынком у нас будет стабильной. Еще один немаловажный вопрос – ценообразование. По словам специалистов, цены на жизненно необходимые лекарственные препараты сейчас приближаются к предельно установленным. Это связано с тем, что ряд препаратов импортного производства реализуются на нашем рынке практически в убыток. Есть отдельные моменты, и к нам люди периодически обращаются – повышение цен. Но вот я вам хочу сказать, у нас большинство таких обращений относится к препаратам, не входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших. То есть вот эти препараты, они у нас, в общем-то, в достаточном количестве. Дело в том, что на эти препараты сейчас действуют предельные розничные цены. И у нас есть постановление уполномоченного органа по тарифам Рязанской региональной энергетической комиссии, которым утверждены предельные наценки – оптовые и розничные препараты вот этой группы жизненно необходимых и важнейших. И это постановление нигде не нарушается, оно четко соблюдается. У нас проводятся регулярные проверки наших лицензирующих органов. И за последние годы не было случаев нарушения вот этого постановления. Всегда цены укладываются предельные розничные. Запланировала индексация предельных цен на препараты жизненно необходимые и важнейшие. И после этой индексации, которая по информации министра здравоохранения составит всего 5%, доступность этих препаратов будет гораздо лучше. То есть резкого скачка цен на жизненно необходимые лекарства не ожидается. И это не может не радовать. Особенно на фоне неумолимо дорожающих, также жизненно необходимых продуктов питания. Так что медикаментами впрок запасаться не стоит. Купания в прорубях прошли в довольно теплую для зимы погоду. И окунаться в Иордань было довольно комфортно. Однако никакой радости сейчас не испытывают горожане от ходьбы по многим улицам областного центра. На тротуарах образовался толстый и очень скользкий лед. Похоже, резанцам пора закупаться коньками. Гололед на тротуарах стал причиной многочисленных ушибов и переломов. А вот что явилось причиной гололеда? С этим вопросом мы вышли на улицы города, чтобы узнать мнение горожан. Тяжело вам ходить по таким дорогам? Тяжело. Очень боишься упасть. Тем более протезированные суставы очень тяжело и опасно. А в чем? Нет, дворников не убирают, не посыпают. В чем дело? А мы страдаем. Очень тяжело. Мы падаем неоднократно. А почему такая ситуация? Ну, видимо, плохо очень дворники работают. Коммунальные службы не справляются городские. Вот по таким? Да. Тяжело, конечно. Очень тяжело. А почему такая ситуация сложилась по вашему? Ой, мне кажется, не работают дворники. Тяжело. Мы падаем по чуть-чуть, поднимаемся, опять идем тяжело. А почему такая ситуация? Наверное, каждый должен делать свое дело. Тот, кто должен чистить, должен убирать. Но ему надо в этом помогать, давать инструмент финансирования. Он же не может руками все это скрести. Поэтому все взаимосвязано. Тяжело вам ходить по таким дорогам? Ну, конечно, тяжело. Скользко. А почему такая ситуация сложилась? Как почему? Ну, значит, коммунальные, они эти не убирают. Не посыпают песком, соль или чем надо посыпать, надо дороги, чтобы не скользко было. А пока тротуары спальных районов в таком состоянии, люди решают проблему по-своему. Ходят по проезжей части. Впрочем, выбор у них невелик. Либо скользить и падать, либо рисковать здоровьем, проходя максимально близко к летящим мимо автомобилям. Долго ли такая ситуация будет продолжаться, неизвестно. Скользкий вопрос остается открытым. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что будет во второй части выпуска. Так чья труба? Рязанцы из гор Рощи все-таки добились, чтобы коммунальщики залатали открытую канализацию на высоковольтный. Дело в трубе. Возможный прорыв коллектора не дает покоя жителям домов по улице Гоголя. В воскресенье – День студента. Курсанты и кадеты накануне праздника посетили Рязанский ОМОН и криминалистический центр. И еще о проблемах простых горожан. К нам в редакцию на этой неделе обратились жители многоэтажных домов по улице Высоковольтной с жалобой на казавшуюся им неразрешимую трудность. Там прямо на улицу выходила труба канализации. И, естественно, все нечистоты выливались прямо на дорогу и соседний тротуар. После визита журналистов нашей телекомпании ситуация изменилась. Буквально в начале этой недели наша съемочная группа выезжала на улицу Высоковольтную по просьбе местных жителей. На протяжении полугода они были вынуждены терпеть запах канализации, которую прорвало сразу после сдачи в эксплуатацию соседнего жилого комплекса «Солнечный город». По словам жителей района, канализация, относящаяся к комплексу, не была оформлена должным образом. Обслуживать ее отказывались и городской, и районные водоканалы. Из непрерывно бегущего канализационного ручейка вдоль дороги образовалось зловонное озеро. Вода продолжала свой путь по проезжей части. На асфальте появилась достаточно глубокая ледяная колея, которая не позволяла водителям беспрепятственно преодолеть солидный участок на выезде со двора. Она течет на дорогу, это канализация, и там огромная наледь образовалась, огромные такие ямы там, и там вообще машины все погробились. Они даже заезжают на территорию этого двора, потому что они там проделали клею, там все кустарники, там все кусты поломали. Дорога плохая, все избиты в ямы. Да, и аварии даже по надолбам даже аварии, если раз. И узкие тоже очень сильно. Потому что вот стоят машины, куда вот он несет, по деревьям вот он поедет. Я сейчас здесь поеду вдоль этих машин, а он по деревьям. К концу недели ситуация кардинально переменилась. Оказывается, канализация за кем-то числится, и ее давно можно было привести в порядок, что, собственно, и было сделано спустя пару дней после нашего визита. И на лице асфальта можно было ликвидировать сразу, не доводя проезжую часть до состояния жесткого бездорожья. И сразу все встало на свои места, и можно было, оказывается, не мучить людей полгода. Вот такой он, рязанский хэппи-энд. Дело в трубе и у других жителей гор Рощи. На улице Гоголя ситуация такова. Возле домов проложен отопительный коллектор. Проложен он под самыми окнами, и в одном месте, как предполагают жильцы, произошел прорыв. В итоге каждую зиму окна запотевают, а в квартирах повышенная влажность. Общалась с жителями улицы Гоголя Оксана Тебенихина. В доме номер 13 на улице Гоголя проживают в основном пожилые люди. Не секрет, что именно эта категория граждан является наиболее уязвимой перед халатностью коммунальных служб. Вот и здесь, на протяжении уже шести лет, не прекращая, идет пар из элеваторного узла. Дом уже насквозь пропитался влагой. Испарения проникают в квартиры жильцов. Дышать нечем круглый год. В надежде хоть как-то исправить малоприятную ситуацию, пенсионеры попытались изолировать вытяжку элеватора старыми куртками и картоном. Но разве и это выход? Шесть лет приходили комиссии, записывали, смотрели, уходили. Последняя комиссия была 1 октября 2014 года. Жилищная инспекция говорит, это не их вопрос, что парит труба. Пар так вот валит, что стекла, даже вот видите, термометр замерз. Это же безобразие. У меня больное сердце, у меня сильная ритмия. Готовишь и открываешь, если проветрить, тут же пар валит в квартиру. Стена мокла, да, отваливалась плитка. Я ее приклеивала, чем могла. Дважды мне сотрудник префектуры сказал, вы пишете, над вами вся комиссия смеется. Что ж такое? Получается-то, мы обращаемся за помощью, а над нами смеются, оказывается, да? Это как, что сказать-то? Это что, пенсионеры работают, значит, живут, видно, в хороших жилищных условиях, вот такого не испытывают. Получают зарплату, хорошо обеспечены, еще над нами смеются, над нищетой. Письма с жалобами остаются без ответа. Почему-то в нашем городе чаще удивляешься ответной реакцией, нежели хладнокровному умолчанию. Вот и этот случай не стал исключением. Халатность коммунальщиков не перестает удивлять. Ведь нигде в районе нет такой проблемы, как парящий элеватор. Значит, это ненормально? Так до каких пор? Жители нашего города будут вынуждены терпеть подобные отношения. Как долго мольбы пенсионеров будут зависать в воздухе? Скоро ли коммунальные службы приступят к выполнению своих обязательств? И там же, на улице Гоголя, наши корреспонденты обнаружили еще одну житейскую проблему. Люди просят установить светофор на пешеходном переходе, потому что, как они считают, тамошние автомобилисты сейчас плохо пропускают их через дорогу. Этот пешеходный переход расположен на улице Черновицкой, в непосредственной близости к остановке трамвайное депо. Люди, проживающие в этом районе, не в восторге от того, что ежедневно им приходится, переходя дорогу, рисковать своим здоровьем. По их словам, в час пик плотный поток транспорта не позволяет им беспрепятственно пересечь проезжую часть. Вот переход у технологического техникума очень такой затруднительный. И водителям трудно не гонят на скорости, и пешеходы не могут, может быть, вовремя остановиться. Просьба бы установить здесь светофор, чтобы люди спокойно, и водители спокойно, и маршрутные такси спокойно останавливались. И люди были бы довольны. В Сбербанк не пройдешь, на рынок тоже, на почту тоже, машины за машинами, сколько здесь избивало, дети ходят в школу. А аварии с участием пешеходов для этого перехода стали обычным делом, как бы страшно это ни звучало. По мнению жителей района, установка светофора значительно бы облегчила их жизнь. Напоминаем, что телефон информационной редакции телекомпании «Город» 720020 и 720021. Если у вас возникают какие-либо житейские проблемы или неудобства, либо вы стали свидетелем происшествия, и хотите поделиться этой историей со зрителями, то звоните нам, и авторы программы «Время говорить» постараются помочь. Ждем ваших телефонных звонков. А пока продолжаем. В воскресенье 25 января будет запрещена продажа алкоголя во всех магазинах региона. Ведь в воскресенье отмечается День российского студенчества, а в Рязанской области, напомним, введен запрет на продажу алкоголя в Дни молодежных праздников. Ну а пока же студенты профильных вузов и старшеклассники из кадетских классов посетили место базирования Рязанского ОМОНа. И также для молодых ребят провели экскурсию по криминалистическому центру регионального управления полиции. В рамках акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники Рязанского ОМОНа пригласили в гости воспитанников выпускного кадетского класса. Для большой группы старшеклассников полицейские подготовили и показали обширную программу. Продемонстрировали ребятам спецтехнику, предназначенную для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств. Рассказали о назначении и технических характеристиках передвижного комплекса инженерно-технического отделения, который применяется во время работ по разминированию. Были здесь и новые образцы, поступившие на вооружение совсем недавно. Ребята подрастают, годы летят быстро, через несколько лет они уже станут взрослыми мужчинами. И мы ждем с радостью таких хороших ребят в нашем подразделении. Специалисты ОМОНа продемонстрировали гостям современное стрелковое оружие, стоящее на вооружении спецподразделений. Также бойцы устроили для ребят демонстрацию боевой техники, машины «Тигр» и «БТР». Молодые люди смогли не только посидеть в них, но и примерить на себя элементы экипировки. Впечатления остались яркими, все очень понравилось. Вооружение, техника впечатляюще. Оружие, показали нам новые образцы. Также в рамках акции рязанских студентов познакомили с возможностями и оснащением экспертно-криминалистического центра регионального ОМВД. В лабораториях ЭКЦ проводится более 40 видов экспертиз, которые позволяют в ходе расследования установить обстоятельства преступлений, личность преступника, обнаружить вещественные доказательства. Для этого используются сложнейшие и разноплановые комплексы, работающие на стыке наук. Нам показали, как работает криминалистика, чтобы в дальнейшем мы имели представления какие-то в работе своей будущей. И я считаю, это достаточно интересно и познавательно. Студентам показали лабораторию биологических экспертиз и ДНК-учетов, фоноскопическую лабораторию, кабинет, где проводят почерковедческую экспертизу, специальное хранилище самодельного, нестандартного и старинного оружия. Молодым курсантам Академии ФСИН понравилась экскурсия. По отзывам ребят, они не только поразились широким возможностям экспертно-криминалистического центра, но и увидели работу настоящих профессионалов. И на этом наш информационный выпуск подошел к концу. Желаем вам приятных выходных, а молодым людям удачно отметить День студента. И до встречи в эфире программы «Время говорить». Субтитры создавал DimaTorzok